Агропарка Агилада Агропарка Агилада Агропарка Агилада Агропарка Агилада 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 Не конкретный, даже какой-то один конкретный продукт. А необычным в целом для современного потребителя является вкус натурального продукта. Я бы сказал, что человек, который никогда это не пробовал и впервые с этим сталкивался, для него это определенная вкусовая сенсация. То есть, он это переживает как открытие. А что, творог может быть таким? То есть, творог есть, то, что я сейчас пробую. А капуста может быть такой? А что же ел? А хлеб? Да, хлеб, да. Это отдельная, наверное, тема? Да. А что же я ел раньше? Говорит человек. И дальше пробует творог, овощи, фрукты, только что оторванные от грунта, выращенные на солнце в грунте, мясную продукцию. И все это становится таким определенным открытием, потому что это не просто вкуснее и полезнее. Это вообще другое пространство ощущений и таких вкусовых переживаний. И на самом деле это не только про поесть, наесться, как-то, да, и развлечься едой. Это, ну, в целом, какой-то другой взгляд на жизнь, другой образ жизни и в каком-то смысле другое мышление. Потому что то, что идет от земли, натуральный продукт, он, по моей практике, по моему ощущению, он действительно влияет и на сознание человека. Потому что это та информация, которая, собственно, идет от земли и влияет на все. Ну, тут, мне кажется, перед вами стояла непростая задача найти тех самых производителей, которые не хитрят, а действительно дают качественно хороший продукт, натуральные продукты и могут конкурировать, в общем-то, достаточно высоко. Как подходили к выбору, Валентин? Ну, к счастью, такие производители есть, их не так много, но они есть, да, несмотря на то, что супермаркеты все забиты едой. Я вот для себя сейчас называю это век гипермаркетов, когда мы можем пойти в любое время суток купить, там, допустим, клубнику. Хотя наши предки раньше жили очень так размеренно и все было сезонно. То есть клубника была летом, осенью поспевала капуста, которую солили, огурцы, потом это все ели до весны и опять там начинался год такой круговой. Поэтому люди сейчас возвращаются к этому, есть такие производители, вот у нас приехал из пяти областей, на самом деле, производители вот разной продукции. Мы подбираем, ищем, естественно, отсекаем тех, кто там не очень честный. Ну, честно, бывают такие, ну, то есть пытаются пробиться вот на подобные фестивали, ну, не совсем, так скажем, добросовестные производители. Вы знаете, в наших партнерах Московский Христианский Союз, который очень следит за теми производителями, которые у них в Союзе, вот, и плюс те люди, которые к нам приезжают, мы их уже давно знаем и можем гарантировать то, что ту продукцию, которую они привезли, это действительно все сделано ими самими, вручную, когда-то вручную, когда-то с применением какой-то техники. Но это все выращено на их участках и вот переработано. Ну, мне кажется, здесь вот такая опасность, с одной стороны, вы человеку дарите тот самый вкус, фейерверк эмоций, а с другой стороны, а где же это дальше приобретать? Хорошо, фестиваль прошел два дня, три дня, а дальше? Есть какое-то продолжение истории вот этого всего? Ну, во-первых, продолжение истории может быть уже в индивидуальном порядке у потребителя с тем производителем, с христианином, с которым он познакомился, и большинство фермеров, они готовы поставлять продукцию, привозить. Ну, не по одному яблоку, конечно, но, как бы, тем не менее, в определенном количестве это есть. Вот, во-вторых, мы стараемся, чтобы фестивальная активность, это не заканчивалось одним мероприятием, и, ну, вот, мы, скажем так, развиваемся сейчас в первую очередь в нашем северо-западном направлении, и только в этом году мы провели несколько фестивалей фактически еженедельно, где-то, в каких-то отдельных местах. Мы проводили Волокламский на Медовый день, на 14 августа на Медовый спас, и там в центре был мед, ну, вот, собственно, в Звенигороде, в других местах по нашему западному направлению. Поэтому люди, и мы видим, что люди настолько заинтересованы в продукции, на самом деле, не только в продукции, а вообще в самом явлении, что… В самом понятии гастрономический фестиваль, да, наверное, в формате такого событийного мероприятия, который, с одной стороны, привлекает это и отдых. Не задача ведь просто реализовать продукцию, ведь вы же вовлекаете в процесс, это мастер-классы, это какие-то новинки, технологии, в общем-то, заинтересовывать полностью. Вот как раз я об этом хотела сказать, что гастрономический фестиваль – это не просто рынок, куда люди приехали продать и купить еду. Это пространство общения, это пространство коммуникации, это, ну, в большей степени вообще культурное событие, чем торговое, да, вот такое слово, не очень люблю. Культурное событие, происходит общение, происходит обучение. У нас был мастер-класс по квашению капусты, значит, мы рубили и рассказывали о рецептах различных, как, собственно говоря, это было, как это происходило, по засылке огурцов. Мы ведем определенную, ну, можно сказать, просветительскую работу, вот Валентин уже сказал о том, что, ну, был сезон, да, вот съели свежий, да, все, этого больше нет. И, ну, на самом деле, это правильно, потому что, ну, всякую мову еще свое время, как мы знаем, да, как в народе говорили. Не нужно есть клубнику круглый год. Не нужно есть клубнику круглый год, во-первых… И яблоки тоже, да? Во-первых, вы не будете рады ей, там, в мае, в июне, когда она придет свежая, у вас уже вкус притупился, то есть вы не ощутите этой радости, вот, открытие. Нет, это как с мандаринами на Новый год, вот раньше в наше детство оно связано с запахом мандарин, и это 100%. А сейчас, к сожалению, обесценивается, вот что происходит. Наличие огромного количества продуктов на полках супермаркетов, они, к сожалению, обесценивают вкус. Да. Вы знаете, я помню, ну, вы-то не застали, я помню свое детство, которое в прошлом веке еще было, и помидоры нельзя было зимой купить. Помидоры… Почему я не застала? Застали, у нас были только квашеная капуста зимой, соленые огурцы, соленые грибы, ну, и дальше по списку. Слушайте, так это хорошо и полезно. Вот квашеная капуста, есть репродукты, например, которые позволили русскому крестьянину, ну, и вообще русскому человеку в условиях суровой длины зимы обеспечить себя, ну, не абсолютно всем, но достаточным набором полезных элементов. И вообще нет, это квашеная капуста, это постное масло и это сельдь, вот, соленая, вообще соленая рыба. То есть, вот эти три продукта, они давали больше, чем, значит, колониальные фрукты, которые лежат сейчас загадочным образом на полках супермаркетов месяцами. И как-то вот... И с ними ничего не происходит. Да, с ними ничего не происходит. Удивительным образом. Как будто это, да, как будто это какая-то игрушка фарфоровая. Вот, поэтому, ну, это нормально. Это не значит, что нужно сейчас вот прям все бросить и жить так, как жили люди в 19 веке. Тем более, эта проблема комплексная, эта цепочка. Вот мы создали вот эти безумные городские агломерации, в которых живет по несколько десятков миллионов человек, в этих странных, так сказать, бараков сорокаэтажных. Как обеспечить сконцентрированном виде, где существует. И продовольственная безопасность такого рода поселения, она, конечно, обеспечивается, ну, вот, современными технологиями, скажем так, производства, хранения и доставки еды. Вот, то есть, если серьезно менять модус венди современного человека, то нужно начинать вообще как бы с идеологии расселения там и так далее. Поэтому это все не так просто. У нас, ну, просто фермеров раз-два и общелся, да. То есть, не значит, что мы в состоянии вообще весь город, например, сегодня обеспечить этим продуктом. Просто мы говорим, посмотрите, есть еще и вот такая альтернатива. Причем эта альтернатива, она не только продукты, да. Это в целом такое, вот мы говорим в таком понятии, как русская товарная культура. И русские товарные традиции. Это и ремесла. Поэтому все наши фестивали содержат в себе какую-то такую просветительскую и такой рейтмотив, связанный с ремеслами. Мы приводим у нас в своя коллекция такого старого русского быта, элементов ремесленных, производственных, связанных с производством каких-то товаров, продуктов, питания и так далее. Вот мы в Звенигород привозили, например, на подмосковный Мелец зимой. У нас была тема плетения корзин. Мы знаем, что в Звенигородском уезде были артели, которые плели корзины. Это в свое время еще 200 лет назад. Эта культура развивалась мастеровыми. У нас были мастер-классы. Вы показывали, как плетить корзины. Все тематически. Все связано с территорией. Но все-таки почему, Валентина, почему именно Звенигород? Почему именно эта точка привлекла вас? Почему вам захотелось именно на этой территории развивать подобную форму? Во-первых, Звенигород – это древний город, такой, со своими традициями, своим духом. И вот этот дух нас как-то так сподвиг именно на такие мероприятия, которые мы провели. Но я надеюсь, в дальнейшем тоже будем проводить. В Одинцово возможно ли проведение гастрономического фестиваля? Потому что, безусловно, то, что Звенигород вошел в Одинцовский округ, и теперь у нас единая территория. И, конечно же, одинцовцы все устремились на Звенигородский амбар. Но, тем не менее, нам немного ревностно, честно. Нам тоже хочется, чтобы и в нашем замечательном городе Одинцово проходили такие гастрономические фестивали. Потому что, на мой взгляд, сегодня эта форма очень востребована и очень интересна. Я думаю, это будет Одинцовский амбарища. Да. Большой. Да, да. Ну, благо, территория нам позволяет. Да, да, да. Конечно, давайте прекрасно сделать праздник. Каким вы видите развитие дальнейшей этой формы? С какой частотой будет проводиться? Какой сегодня есть запрос и от местной власти, и от посетителей, от жителей? Ну, мне кажется, в одной точке, в одном пространстве, до одной территории, такой фестиваль вместен где-то приблизительно раз в месяц. Потому что все-таки это сейчас воспринимается потребителями не как ежедневный продукт, а как возможность порадовать себя какими-то новыми, как мы говорили. Ну, по сути, это праздник, праздник вкуса. Праздник вкуса. То есть, это не банальный поход в магазин. Все, это вот мы прям стираем совершенно сразу же. Это праздник подлинной русской культуры, в том числе торговая и рыночная. Это какие-то события. Это события музыкальные, культурные. Это общение фермеров между собой. Это могут быть какие-то фермерские фестивали и конкурсы, которые мы, опять же, больше знаем по каким-то мультфильмам английским и американским, где происходит соревнование на лучший овощ, самая большая морковка. Вот я был на таких фестивалях в Англии, где-то в Европе. Это невероятно интересно. И это не чемпионаты, где кто-то хочет победить, а это демонстрация своих фермерских возможностей. Кстати, таким образом становится понятно, кто на самом деле фермер. Поэтому насыщать такими традиционными, интересными событиями, мероприятиями, культурной программой, новые продукты, какая-то экзотика, может быть, продукты охоты, хозяйств. Сейчас тоже эта тема развивается. Люди могут на наших фестивалях попробовать колбасу из медведя, бобра или лося. Тоже такие вещи, может быть, они и нужны каждый день. Но иногда хозяйке же надо чем-то удивлять. Почему не удивлять? В том числе и своих близких, да. Вот сделать такой стол, который полностью состоит, например, только из натуральных фермерских продуктов. Это будет незабываемое впечатление. Проявляют ли к подобным фестивалям интересы рестораторы? Есть ли какое-то общение на подобных площадках и, возможно, дальнейшей совместной работы? Конечно. Рестораторы могут прийти, увидеть производителя напрямую. То есть не нужен здесь никакой посредник, напрямую с ним договориться. Опять же, попробовать, что это за продукт. Как он хранится, посмотреть и, соответственно, включить его в свое меню. То есть, да, такое тоже происходит. То есть, есть такая практика. Потому что, наверное, все-таки для фермеров, которые приходят, в том числе, для них это очень интересно найти своего потребителя, где будет определенный сбыт гарантированный. Постоянного, да. Доставить таким постоянным поставщиком. Причем хорошим и качественным. Мне кажется, Воденцово как раз может сделать такой фестиваль, который совмещал продажу продуктов и какой-то фестиваль еды. То есть, уже готовой еды. Из этих продуктов. Да, из этих продуктов. Когда рестораторы могли бы продемонстрировать. Очень здорово. Сейчас прямо в нашей студии родилась новая форма. Объединяем рестораторов и фермеров. И получаем отличный фестиваль вкусной, качественной, натуральной еды. Вкус которой мы, к сожалению, забыли. Одинцовский фермерский ресторан такой вот может быть. То, как быстро рождаются идеи, да, это говорит о том, что с одной стороны это все вроде бы как бы новое, да, очень востребовано, но с другой стороны основывается на традициях. То, о чем вы говорите, и поэтому есть и интерес, поэтому есть и азарт, и со стороны фермеров, и со стороны посетителей. Одни изголодались по качественному продукту и какому-то новому контенту, хорошему, да, истории, культуры и все, что с этим связано. А другие, ну, конечно же, по общению. Вы знаете, удивительная вещь, вот вы сейчас сказали, я хотел пример привести, что таким неожиданно воссоздается то, что было раньше. Иногда сам об этом не предполагаешь. Вот мы занимаемся возрождением Иосифовской ярмарки, и когда первый раз ее проводили три года назад, как-то определялись датами, и в конечном итоге выбрали определенную дату в сентябре. А спустя, уже после того, как прошел, Иосифовская ярмарка прошла, я начал изучать литературу и выяснил, что эта ярмарка проходила именно в этот день и была одной из трех крупнейших в московской губернии. Вот как так может быть? То есть, мы естественным образом возвращаемся к тому, что было, к каким-то истокам. Так же, как и на Звенигородском амбаре, мы солили огурцы. Именно в эти же даты на Руси принято было солить огурцы. То есть, мы предполагали, что у нас будет такой мастер-класс, но не предполагали, что именно в эти даты. То есть, все не случайно. Все не случайно. То есть, получается, обращаемся к истокам, поднимаем историю, поднимаем народное ремесло, то, что есть на территориях, и, соответственно, все это соединяем с качественными продуктами. И счастье, и развлечения, и, самое главное, хороший вкус. Прививаем и детям, и взрослым, и уже не нужно бежать за пластиковой клубникой в супермаркет, а, возможно, просто нужно научиться правильно квасить капусту. И потом не придется одно подменять другим. Я просто по хлебу могу сказать, что когда люди пробуют хлеб, который без промышленных дрожжей, на закваске выпечен из такой муки, сначала непонятно, а потом люди говорят, а где такой хлеб купить? Да, и уже не могут вернуться. Где такую муку найти, да? Ну, муку можно найти. То есть, здесь вопрос о том, что прививать правильный вкус. У нас рецепторы, на самом деле, уже забиты сахаром. И солью. И солью, да, мы не воспринимаем некоторые продукты. Ну, как вы считаете, вот все-таки, возможно возвращение, ну, так скажем, к истокам в хорошем смысле этого слова и возвращение к хорошему, правильному вкусу и к правильным пищевым привычкам? Это реально сделать? Во-первых, все-таки современный мир, он такой разнообразный, и он не терпит гомогенности. И мне кажется, что важно, чтобы у потребителя был выбор и возможности вот этого разнообразия. Да, есть вот новая уже устраившаяся такая привычка, потребительская привычка покупать, значит, раз в неделю продукты в больших гипермаркетах, значит, заваливая корзины, корзины, там, вот этими странными коробочками, выбрасывая потом половину. И изменить ее достаточно тяжело, потому что это все технологично. Это привычка, которая уже технологична. Но мы считаем, что у человека должен быть выбор. Должна быть и большинство рынков, которые так называемые бывшие колхозные и так далее, когда люди на них приходят, по сути дела, они называются по-другому, и это небольшой гипермаркет, а может быть какой-нибудь круглый, переделанный в прошлом колхозный рынок, но по сути там те же самые продукты, просто немного по-другому представлены. То есть, это не альтернатива. Вот то, что мы предлагаем, то, что мы делаем, это реальная альтернатива. Вот мы считаем, что у современного потребителя должен быть не псевдовыбор, а именно выбор. И выбор между ежедневным походом или регулярным походом в гипермаркет, в новой традиции, и старой традицией с теми продуктами, которые есть. Дальше это дает возможность фермеру, который в свою очередь населять землю, без фермера земля пуста. То есть, эта вся цепочка тоже существует. Пусть она занимает 5, 10, 15, 20% какого-то общего объема потребления. Но если это будет хотя бы так, то это сохранение и во многом возможно постепенно приумножение традиции. Это вот одна сторона вопроса. Но для этого это должно присутствовать. Если этого нет, то понятно, что человек не поедет в своем таком жестком ритме жизненном, не поедет за 100 километров, искать где-то там у фермера, объезжать фермерские хозяйства, чтобы что-то купить. Это слишком нужно быть таким натуропатом, чтобы тратить столько времени на то, чтобы просто еду купить. Это нормально. Вторая сторона вопроса – это действительно вкусовые привычки, о которых мы здесь говорим. Вообще вкус – это привычка. Люди с детства едят жареных панголинов, и это для них нормально. И каких-то там насекомых и так далее – это их привычка. У них этот вкус сформирован, он выработан, и им это не кажется странным. То, что сейчас происходит, происходило в Европе, там несколько десятилетий назад, в Америке после войны, у нас сейчас происходит на наших глазах – это изменение вкусов целого поколения. Они связаны, конечно, и с фастфудом, и с способами хранения, длительного хранения продукта, которые насыщены различными, значит, химией, чтобы это все сохранялось. И вкусовыми добавками, глюкоматом, так сказать, таким соленым, вот все это, конечно, отбивает способность воспринимать натуральный продукт, потому что он… Это более тонкие настройки, это более такие благородные, даже если хотите, вкусы, которые нужно суметь различить, услышать. Вот мы знаем, там, вологодское масло, которое было, там, еще в начале 20-го мека, русское масло, которое потреблялось во всей Европе. У него был такой тонкий ореховый аромат и так далее. Вот современному потребителю, если даже вот то вологодское масло, оно ему покажется таким, ну, недостаточно насыщенным вкусовым ощущением, потому что он привык, чтобы масло было такое желтое, горчичного такого цвета. Там, пластичное, вот, и с множеством, там, подсоленное, ну, то есть, как бы, ореховый не аромат, а ореховый вкус. Значит, конечно, натуральный продукт, он вот такой избыточной гаммой не обладает, но это не нужно, потому что это забивает другие вкусы, с которыми он сочетается. Натуральное масло, но не пластичное, если его, вот один способ определить, что масло натуральное, если его достали из холодильника, нужно какое-то время, чтобы оно полежало, чтобы его можно было просто намазывать на хлеб, иначе оно крошится. Ну, немножко такой вот кисловатый, не привкус, не такой яркий цвет. То есть, чтобы к этому вкусу вернуться, к нему нужно немножко заново привыкнуть. Но это, знаете, как после, не знаю, там, громкой музыки, значит, где-нибудь в клубе, вот, способность услышать что-то, так сказать, высокую, такую, классическую музыку. Какое-то время нужно помолчать, чтобы заново, то есть, вот, как к этому вернуться? Это сложный вопрос, это действительно формирование культуры, и нужно такие цели ставить, ну, общество в целом, мне кажется, да, и к нему стремиться. И, ну, собственно говоря, наш фестиваль – это один из таких важных инструментов как раз в этом вопросе. Валентин. Ну, полностью согласен. Я хотел просто еще добавить о том, что вот все натуральные продукты, они имеют другую энергетическую ценность. Вот Илья говорил о том, что люди выходят с этими полными корзинами и потом половину выбрасывают. Почему? Ну, потому что, во-первых, не съедается, мы покупаем больше, чем мы съедаем. Вот. А во-вторых, ну, мы хотим что-то новое попробовать и хотим набить свой желудок. Ну, это я так прямо говорю, на самом деле так и есть. А когда ты съешь кусочек хлеба, там, допустим, или вот Илья делает, там, в хозяйстве колбасу, то есть вот этот кусочек хлеба и кусочек этого вяленого мяса, вам энергии хватит на целый день практически, вот в том ритме, в котором мы сейчас живем. Поэтому вот здесь надо еще такая пропаганда, вот объяснение того, что происходит на самом деле в области пищеварения. Мы сегодня так прекрасно говорили о вкусовых привычках, натуральных продуктах, фермерских продуктах, то я поняла одну вещь. Нам на столе их не хватало. А я хочу кушать. В следующий раз мы придем не с пустыми руками. Да, в следующий раз привозите ваши продукты, будем дегустировать. Давайте. А если серьезно, очень здорово, что вы есть, и очень здорово, что вы есть на нашей территории, и проводятся такие гастрономические фестивали, которые привлекают огромное количество и посетителей, и новых фермеров, а, возможно, для кого-то открывают совершенно иной путь, может быть, кто-то даже не думал, но после посещения вашего гастрономического фестиваля совершенно точно для себя решил, что он хочет стать фермером и хочет делать настоящие натуральные продукты и попытаться вернуть вкус. Спасибо большое округу, властям округа, что понимают и поддерживают, и жителям, что оценивают, приходят, приобретают. Это такая взаимная любовь, я бы сказал. Конечно, мы же это делаем не ради праздника, а ради тех людей, которые здесь живут, чтобы донести до них то, что было сделано своими руками. Спасибо за ваш труд, ждем в студии, конечно же, ждем приглашения на новые гастрономические фестивали, и абсолютно точно, я думаю, что все жители Одинцова со мной согласятся, мы будем ждать в самое ближайшее время, что такой фестиваль пройдет и в столице нашего округа. Будем очень рады. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.